Всем привет еще раз, уже в 3-й, 29-е мая, пивная пятиминутка Илья, незапланированный выпуск, опять ко мне зашел, забежал тут Олежа со своим любимым стилем, Вайдсоном, собственно, и принес такую баночку, говорит, пробовал, я говорю, нет, видел, но не пробовал, он такой, давай, пробуй. Эбертсбург, Хеф и Вайдсен, премиум квалити, ой, квалитат даже написано, сейчас будем разбираться, видел его много раз, брал он его в метро, моллифуд, цена около 120 рублей, средненькая такая цена. Опа, ну, ну, цвет хороший, как обычно, желто-оранжевый, желтый по краям, оранжевый в серединочке, небольшая пенка, но я аккуратно наливал, давайте разбираться. Тут у нас иероглифы, они еще по коду Китай, все это дело импортируют, 5,2 алкоголя спереди, я вижу, баночка 0,5, ага. А плотность у нас всего лишь 11,8, значит, будет жидковато. Пиво светлое, пшеничное, нефильтрованное, неосветленное, но пастеризованное. Эбертсбург, Хеф и Вайдсен, состав, вода питьевая, соль пивоварный, пшеничный, светлый, соль пивоварный, ячменный, светлый, хмели продукты, дрожжи пивные. Ну, все как полагается, в смысле, в принципе. Тут вот у меня срок годности поражает, конечно, дата розлива у нас 12 сентября 23 года. И оно еще до 12 марта 25 года, срок годности у него это живая, типа полтора года пива, вот какой-то необычный такой срок годности. Все-таки, кто же производитель? Изготовитель, приват браурей, эйхбаум, ёперный театр, эйхбаум производит. Понятненько, значит, будет не очень вкусненько. Я думаю, что такая цена? За импортная, ну, если нормальная, да, то что у нас там, 180, вот, 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 100, там, 70, и 180, и 170. А тут 120, подозрительно. Ну, вот уже вам и не подозрительно. Эйхбаум делает. Ну, посмотрим, посмотрим. Даже вот в таком виде, да, они к нам решили залезть. Ти-ти-ты, местонахождение, Кафертрейстрасс, ну, короче, Майнхем, Германия. Давно мы эйхбаум и пили. Но скоро, наверное, попьем, когда нам привезут новых обезьянок. Никак не могу найти. Хотел на этой неделе, как бы, вторыми видосами новиночки сделать, но чё-то вот хожу, и пока нету новых обезьянок. Может быть, появится, может, мы обломаемся. Ну, эйхбаум, не подведи. Не, кислый аромат. Пшенично-кислый аромат. Вот, вот, сильно-кислинко. Но лягу-то хорошо. Он будет, конечно, из банки его хлестать. Плохо-плохо. Не то, что прямо отвратительно, но вот, прям сильно-кислинко она какого-то. Немножко отторгает. Помягче надо, эйхбаум, помягче. Не надо вот так жестить. Давайте пробовать. Ну, хоть в воду не проваливается. Ну, такая слабенькая пшеничка. Вот, кстати, в отличие от аромата, во вкусе нету вот такой кислости. Прямо вот, как будто кисломолочное. Знаете, такой аромат? Не просто кисло-круто, кисломолочный. А, ужас. Небольшая кислинка. Кстати, округлость есть. Такая немножко плотненькая. Тут чувствуется не сильно она все. Падает в бездну. Ну, и пшеничечка. Очень лайтовая. Вот на грани, понимаете? Вот прямо на грани сделана с возденистостью. Вот еще чуть-чуть. Вот такая тоненькая ниточка. И все. И это было бы водянисто. Вот упало бы. Прямо вот чувствовалось вода, а не солод. Прямо вот на острие ножа сделано. Конечно. Ну, чуть-чуть есть в единистости, но... Ну, вот прямо вот на волосинке от нее. Чтобы прямо упасть туда. Для любителей... Я не знаю. Короче, не буду я ничего там говорить, что это для любителей там, не знаю, каких-то слабых пшеничек. Если уж вы любите пшеничку, вряд ли вы любите слабую, да, какую-то водянистую. Если уж любить, то пшеничное пиво, то такое. Нормальное. Вот. Просто пишите в комментариях, кто его пробовал. Интересно будет почитать, как вам данный экземпляр. Можно написать цену. Сколько оно у вас стоит. Ну, я так понимаю, плюс-минус всегда совпадают цены. Пермские и там разных регионов, где люди пишут, сколько пива у них стоит. Но это если без акций. Давайте считать без акций. То акции-то разные бывают. Сумасшедшие просто акции бывают. Сам встречал. Все, на этом будем заканчивать. Поэтому не болейте, берегите себя, будьте здоровы. Открывайте для себя новости лепила. Это вайсбир. Открывайте для себя новую пивоварню. Их бал не стоит. Хотя... Что-то варят хорошее. Но прям единицы. И на этот раз уже точно прощаюсь. Дамы и господа. Спокойной ночи. Adios, amigos. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!